Торпеда Москва Торпеда Москва Торпеда Москва Торпеда Москва Форму Белидиново и Камбарово в конце Торпеда Москва Вы знаете, с каждой игрой они прибавляют Но хорошая игра была, есть Динамо Здесь все-таки много ошибались Еще раз говорю, это уровень сопротивляемости соперника Действительно, сегодня факел очень хорошо увидел И функционально, чем мы сегодня как будем уступили, но в желании, в борьбе это была равная игра, еще раз я довольна результатом. Еще вопросы будут? Продолжаем нашу пресс-инференцию. Павел Бусик, главный тренер футбольного клуба «Факилов», вовремя вашего внимания, Павел Петеревич. Ну, как обычно, традиционно, ваш экспресс-комментарий проходит, что я. Ну, хотелось бы поблагодарить ребят за тот праздник, праздник футбола, который сегодня был в Воронеже, и за прекрасно проведенную игру. Истина кубковая игра, накал, борьба, но то, что по содержанию игры мы переиграли торпеду, не по счету, а по игре. Мне кажется, мы были ближе к победе, чем команда торпеда, особенно по второму тайму, когда мы владели полностью игровыми территориальными ремуществами. Создали два великолепных момента. Это выход Бирюкова, который должен был распорядиться немножко по-другому мячом. И выход с ушки на один на один. Но там несчастье, мяч в почку подскочил. А так, я ребятам очень благодарен за содержание игры, за отношение к турниру. Хочу всех поздравить с тем, что сегодня был праздник в футболе. Пожалуйста, вопрос. Павел Ильич, не пожалели, что Дранникова познавать? Нам, на взгляд, мой экстримум поменял. В принципе, из-за его зоны два гола прилетел. К Иване Дранникову есть вопросы, будем разбираться. Он после травмы, после длительного лечения. Но здесь простая ситуация была уже. Дело не в том, что с его зоны. Да, это тоже сыграло какую-то роль в плане замены. Если честно, мне было сложно даже... Я понимал прекрасно, что нужно добавлять скорости, нужно усиливать игру. И сложно было определить, кого менять. Игроки передней линии и средней линии очень достойно сегодня выглядели. И я здесь шел на какой-то определенный риск. Проигрывал 2-1. Если вы обратили внимание, снимая Дранникова, мы стали играть в три защитника. Ну, смысла не было четверых держать. Почему? Потому что они играли в одного форварда. Салукин один впереди. И ребята, троица, которые остались, они очень грамотно располагались. И хорошо сыграли. А здесь нужно было усиливать. И расчет был прост. Коробов с его дриблингом, с его умением обыграть на коротке. Я дал ему задание, чтобы он при развитии атаки выдвигался под двух габаритных защитников, под Рыкова и под Тараканова. На это был расчет делан. То есть под Дранниковым, получается, человеку не больше будет иллюнаценно замену привести? Ну, смысл какой? Если мы проиграем, здесь простая ситуация. Проигравший выбывает. Здесь уже нужно было рисковать. На что мы пошли на этот риск? Он, в принципе, был оправдан. Мы полностью владели ситуацией игровой и территориальной. Все как это выглядит. Дмитрий Ильич, соперника вы таким ожидали увидеть? Или какой-то другой игры? Черно-белых. Ну, в принципе, никаких сверхзадач Торпеда нам не поставило, скажем так. Я очень внимательно изучал их игру. По какой схеме они играют? Они играют 4 защитника, 2 опорных полузащитника, 3 атакующих хавбека и выдвинутые вперед форвард. Выиграть с Динамо это был Шевченко. Но здесь в силу того, что Мирзов не играл, все, Шевченко они сдвинули в левую зону. Здесь, в принципе, предсказуемая схема была. И дал задание ребятам о преоборонительных действиях. Я понимал прекрасно, что при оборонительных действиях эта четверка назад не будет отрабатывать. Плюс у нас был день лишний для восстановления. Мы играли 21-го, они играли 22-го. Я попросил ребят максимально включить скорость, то, что у нас сильные качества. Скоростные наши возможности. группы атаки, это крайние полузащитники Турик и Коля Жиляеву. И два быстрых форварда впереди, Сушкины и Бирюков. И поддержка здесь при развитии атаки, при атакующих действиях от Бикетова должна была идти. В принципе, план этот работал. У нас очень много было фланговых проходов. Очень хороших было прострелов. Где-то не хватило. В первом тайме Слава с линией Вратарской немножко, скажем так, не дотянулся до мяча. Прострел от Жиляева, когда Слава тоже полметра буквально не хватило. Когда он влетел в ворота, не смог замкнуть эту передачу. Прострел справа фланга с Жиляев на последней минуте основного времени. Тоже Слава Сушкин на долю секунды. Замыкай все, все ясно было бы все. Все предсказуемо было все. Я считаю, что мы в тактическом плане переграли их. И физически мы выдержали всю игру. Как скажется это дальше, тут вопрос второй. Потому что у нас график очень плотный. Через три дня уже следующая игра. Мы будем сейчас едем на базу, будем ребята останавливать. Я готов к следующей игре. У нас цель, вы знаете, одна. Поэтому хотелось бы сыграть с чемпионом страны. Хотелось бы, но так, наверное, звезды сегодня легли, что не то, что не наш день, хорошим футбол показали результаты. Одна команда только идет дальше. Поздравляю я Торпедо с тем, что они вышли в следующий круг. Желаю успехов.